Друзья, в цикле передач «О чем говорят градостроители» мы рассказываем о наиболее острых проблемах строительной отрасли Москвы. Сегодняшний выпуск будет посвящен вопросу строительных кадров. Уже очень отчетливо обозначенный тренд на цифровизацию строительной отрасли вносит существенные изменения и в отношении человеческих ресурсов, задействованных в ней. Новые требования к кадровому потенциалу, качеству подготовки и переподготовки специалистов в области строительства видятся одной из актуальных профильных тем сегодня. Особого внимания заслуживает вопрос обучения кадров, необходимых для цифровизации стройки, поскольку именно дефицит квалифицированных работников является, в свою очередь, одним из сдерживающих факторов цифровой трансформации отрасли. Цифровизация, высокие технологии, строительство и кадровый потенциал? В каких соотношениях увязываются данные детерминанты? Обратимся к мнению экспертов и поразмышляем сегодня над этими глубокими, непростыми, но невероятно важными вопросами. Поговорим про цифровизацию. Вообще, ради чего цифровизация в строительстве? Строительство, оно сейчас существует каким-то образом, возрастает потребности и не сильно цифровизуется. Вообще, цифровизация — это продукт высокотехнологичный. То есть мы должны понимать о том, что говоря о цифровизации строительства, мы должны внести туда некие высокие технологии. И мы должны понимать цели полагания внесения в строительство этих высоких технологий. Если мы их туда привносим, значит, нас что-то в существующем порядке вещей, в том, как организованное строительство, не устраивает. Давайте подумаем о том, что же нас может не устраивать. Нас может не устраивать либо качество конечного продукта, либо стоимость конечного продукта, либо сроки реализации конечного продукта. И, наверное, когда мы говорим о цифровизации, мы должны в первую очередь иметь вот эти вот три базовых направления. То есть качество, доступность конечного продукта и сроки в реализации. Но возникает очень интересный вопрос. Мы знаем, такие примеры есть в том числе в европейских странах, что уровень цифровизации, повышение вообще цифровизации любых производств сопряжен с несколькими факторами. Первый фактор — это повышение, как ни странно, уровня безработицы. Потому что, в принципе, любая роботизация, цифровизация и так далее неминуемо приводит к сокращению рабочих мест. То есть это все равно в любом случае это заменение ручного труда некими машинными операциями или замещение каких-либо технологических процессов теми же самыми машинными операциями. Тогда мы должны подспудно иметь в виду следующий момент, что нам людей, которые освобождаются в экономике в результате цифровизации, надо чем-то занять. Либо при росте строительной отрасли оставить их в отрасли, но с другими компетенциями, добавленными компетенциями, либо они должны найти свое применение в других отраслях. Потому что просто оставить определенную массу безработных мы не можем. Причем вот этот кейс явно появляется, вот как я уже говорил, в том числе в странах Западной Европы. Я несколько лет назад был на стажировке в ФРГ в Германии. И удивительная ситуация — у них дефицит рабочих кадров на производстве, но при этом у них есть определенная безработица. И если посмотреть на дефицит и на безработицу, они вообще говоря суммируются. И возникает вопрос, а почему же? А все очень просто, потому что дефицит рабочих кадров в высокотехнологичных отраслях. И соответственно, те, кто освободился, они без соответствующей профессиональной переподготовки не могут найти свое место в высокотехнологичном производстве. Поэтому если мы действительно в Российской Федерации берем тренд, это действительно хорошо, это современный тренд, берем тренд на цифровизацию строительства, мы в одну из первых очередей должны подумать о том, как мы будем готовить кадры для строительной отрасли. Это первый момент. Второй момент, на котором я хотел бы остановиться, это как раз повышение доступности объектов строительного производства и, собственно говоря, улучшение качества. Этим моментом цифровизация действительно очень может помочь, но мы должны идеологически пересмотреть свой подход к стройке вообще. В настоящий момент у нас в силу определенного консерватизма, который присутствует, ну и что же там грех оттоит, в силу нормативных ограничений, больше делается акцент на работу на строительной площадке. Если мы говорим о более широкой цифровизации, мне кажется, что разумно сместить акцент на строительное производство, на предприятиях строительной индустрии. Мы должны, я считаю, посмотреть на удачный пример коллег из смертных областей, в том числе машиностроительной отрасли. Действительно, машиностроение мы все знаем, вот пример, самый распространенный пример, это автомобилестроение. Мы имеем очень технически сложную продукцию, автомобиль, продукцию сопоставимую, на самом деле, по своей сложности инженерной с современными зданиями, многими из них, можно еще там поспорить, кто посложнее, но тем не менее, это действительно и то и другой технически сложные системы, которые реально на рынке доступны, стоят дешево и обладают высоким качеством. Поэтому, если мы говорим о цифровизации, мы должны использовать плюсы промышленного производства, мы должны использовать плюсы каверной сборки, мы должны использовать плюсы многократного, вот почему автомобиле качественно, потому что детали, из которых они состоят, узлы и агрегаты, они многократно испытаны, апробированы, за счет массовости производства устранены все недочеты, и это каждый раз самосовершенствуемая, все более и более совершенствуемая система. Мы видим конкретный пример о том, что из совершенно стандартных вещей, многократно испытанных и обкатных, можно собирать очень интересные, уникальные вещи. Я думаю, что вот этот опыт имеет смысл, надо этим подумать и как раз перенести в область строительства. И вот мне кажется, что это один из путей, по которому мы действительно можем сделать строительную отрасль, чтобы она выдавала продукт с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичный продукт, то, что, в общем-то говоря, нам нужно. А надо понимать, что строительство — это не соужанка других отраслей. На самом деле, если мы посмотрим на экономику строительства, именно экономику строительства, это, извините, очень серьезный кусок вообще экономики Российской Федерации в целом. То есть, внедряя что-то новое, делая строительство более высокотехнологичным, мы, конечно, синергетически очень сильно повышаем, в том числе, экономические показатели страны в целом, ну и благосостояние народа. Еще останавливаясь вот к этому пути, который условно можно назвать путь из строителей в машиностроители, применение вот этих машиностроительных принципов, помимо качества, конечно же, это скорость сборки. Олег Игоревич предоставил нам прекрасную возможность взглянуть на процесс цифровизации строительной отрасли с экономической точки зрения. Дальше предлагаем продолжить наше размышление об отраслевом кадровом потенциале с точки зрения его качества и уровня подготовки, востребованным рынком. Какие вызовы диктует время и какие существуют возможные варианты ответов на эти вызовы? Отрасель действительно испытывает дефицит и в кадрах, и в высококвалифицированных, которые имеют высшее образование, и в рабочих специальностях. Причин несколько. Первое. Сейчас произошел большой строительный бум, он произошел не только в России, а во всем мире. Количество, по крайней мере, в сфере жилья, количество объектов, строящихся и которые планируются к строительству, существенно возросло. Это первое. В том числе в России, вы знаете, количество квадратных метров, которые необходимо увеличить к вводу по желанию и по указу президента, поставлено до уровня 120 миллионов квадратных метров в год, что по сути в полтора раза больше, чем текущий уровень. Соответственно, специалистов не хватает. Не способна ни образовательная система, ни просто рынок труда, ни восполнить таким необходимым количеством квалифицированных кадров тот запрос, который есть сейчас от рынка и от девелоперских компаний. Высококвалифицированными кадрами я подразумеваю это специалистов с высшим образованием. Это проектировщики, архитекторы, инженеры ПТО, инженеры технического заказчика. По сути все специалисты, которые работают с документами, сидят на рабочих местах именно за компьютерами и имеют высшее строительное инженерное образование. Высшие обучебные заведения не способны так быстро обеспечить необходимым уровнем квалифицированных кадров. Даже если бы, допустим, объем бюджетных мест увеличился сразу же вдвое, если нужно время, чтобы эти студенты пришли на эти специальности, обучились, прошли какую-то послеобразовательную практику и вышли на рынок подготовленными специалистами. На это нужно время. А отрасль потребляет и хочет большее количество кадров прямо сейчас. Прямо сейчас все строительные компании, проектные компании крайне перегружены, пытаются добрать специалистов на рынке, но не могут это сделать, так как просто специалистов свободных нет. Одним из ответов, как решить эту проблему, может быть цифровизация. То есть как можно большее количество ручного труда, то, что делается руками, заменить на работу программ или частично заменить хотя бы. То есть как можно меньше тот же сидящий специалист, работающий за компьютером, он какие-то файлы обрабатывает, какие-то заполняет таблицы. Многое из этой работы можно сделать автоматизированно. Повышение объема автоматизации повысит выработку каждого конкретного человека. То есть один человек сможет в день обрабатывать такое количество операций с помощью программ, дающие намного больше результат, чем он делал раньше-то все вручную. То есть вот это и есть ответ. Один из важнейших ответов. Цифровизация поможет не только автоматизировать какие-то процессы, но и, допустим, цифровизация поможет убрать огромный объем бумажной работы, точно так же переходящие материалы. На безбумажных носителях намного быстрее. Из одного потребителя переходит к другому, происходит меньше потери информации, информация переходит быстрее, меньше нужно, соответственно, необходимых специалистов. Огромный потенциал у цифровизации высокообразованных специалистов, по моему мнению, в течение 5, может быть, 10 лет даст повышение КПД минимум раза в два в объеме готовой продукции, которую производят эти сотрудники. Да, потенциально, конечно, какие-то профессии в далекой перспективе могут отмереть, но, на мой взгляд, не идет, так как мы не видим сокращения кадров, хотя автоматизация сейчас идет активным темпом. Количество необходимых кадров и вообще задействованных кадров строительной отрасли не уменьшилось. Просто темп станет больше, то есть эти же люди, в том же количестве присутствующие на рынке, смогут делать больше, быстрее и качественнее. Отмереть так, что какие-то специалисты останутся без работы, я в это не верю. У рабочих кадров точно так же имеется проблематика, их большая нехватка. Причины там другие, какие-то такие же, какие-то другие. Первое, это падение престижа рабочих профессий. Второе, это конкретно российская проблематика, иностранная рабочая сила, которая была задействована на рабочих специальностях, малеры, штукатуры, бетонщики, монолитчики, по причине ковидных ограничений просто не могут приехать так легко, как это можно было сделать раньше. И плюс третья причина, это рост как бы самого заказа на этих специалистов. Количество квадратных метров, которые строятся, стало больше, а специалистов стало меньше. И престижность профессии упала. То есть российская молодежь не очень хочет идти в эти профессии. Это решить можно несколькими способами. Первое, это, конечно, повышение престижа профессий, повышение уровня доходов на этой профессии. Это приведет новые кадры, которые хотят. Второе, это повышение качества строительного образования. В советской системе специалистов рабочих профессий подготавливали ПТУ. Они были представлены в большом массиве, в разных городах и обучали большое количество специалистов. На данный момент система обучения в среднеспециальных или послешкольных образовательных организациях на таком уровне не работает, как в советской системе. Соответственно, это единственное место, где могли подготавливаться профессии а-ля маляр, штукатур, монолитчик. Сейчас этого нет. И в какой-то степени надо это образование восстановить. Я думаю, что заменить или хотя бы частично заменить уровень образования строительных специальностей должны сделать крупные коммерческие корпорации строительные, которые для себя и под себя должны создавать образовательные центры и готовить специалистов. Но опять-таки, в том числе, одним из главных решений проблемы нехватки рабочих рук в строительстве должна быть автоматизация и цифровизация. Строительная отрасль одна из самых слаборазвитых и самых слабодинамичных с точки зрения цифровизации того, что здесь происходит. Все по-прежнему делается руками. Монолитная опалубка ставится руками, арматура вяжется руками, работа машин и механизмов по-прежнему управляется руками. То есть практически ничего не изменилось за последние 50-70 лет. Только масштаб и уровень размера в технике стал больше. Но по-прежнему все делается вручную. В отличие от других отраслей, предположим, машиностроение. В машиностроении большинство сварных работ уже выполняется с помощью роботизированной сварки. Большинство работ делается в других отраслях автоматизированной или полуавтоматизированной. В строительной отрасли по-прежнему все еще делается вручную. Одним из решений в отрасли на данный момент, по крайней мере, крупные игроки в это верят, может стать модульное строительство. Потому что модульное строительство собирается в заводских условиях. Там можно применить большой объем автоматизации, роботизации в сборке, соответственно уменьшить количество вручного труда. То есть это одно из решений, в которое верит строительная отрасль, что в течение 5-10 лет темпы автоматизации там дадут эффект такой, что снизит количество вручного труда в целом на строительной отрасли. Я считаю, что престижно работать в строительной профессии, потому что строитель это всегда созидатель, это тот специалист, который конкретно видит, что он делает, то есть его результатом труда пользуются люди, они живут в этих домах, они пользуются этими дорогами. Естественно, строительная профессия престижная, просто она еще недостаточно, скажем так, оплачиваема согласно той сложности и тому уровню риска, который есть на этой строительной профессии. И повышение уровня дохода специалистов приведет еще к большему престижу этой профессии. Однако строительные кадры, как отмечает Даниил, это более сложный и многооттеночный паттерн. Давайте узнаем, как сохранить свой собственный престиж в профессии, дабы отвечать неукоснительным требованиям, которые диктует время и конъюнктура рынка. Дефицит кадров в строительной отрасли сейчас наблюдается в первую очередь со стороны управленческой сферы, а именно управленческо-бюджетной сферы, потому что сейчас у нас многие строительные контракты реализуются с привлечением бюджетных средств. И используются механизмы государственных закупок, механизмы государственно-частного партнерства, есть такие же механизмы инвестиционных контрактов, контракта жизненного цикла. И вот на всех этих этапах применяются, привлекаются бюджетные средства. И, соответственно, дефицит строительных кадров как раз-таки заключается в том, что человек или люди, которые планируют закупки, которые планируют заключение строительных контрактов, соответственно, их заключают, разрабатывают, потом осуществляют приемку уже готовой строительной продукции, они недостаточно квалифицированные и компетентны. То есть они не обладают тем багажом необходимых знаний, владений, навыков, умений, которые от них требует сейчас наше законодательство, которое настолько бурно развивается, что строительная отрасль должна успевать за вот этой меняющейся средой, и чтобы каждый человек был на своем месте в данном направлении. За повышением квалификации в рамках строительной отрасли приходят и руководители подрядных организаций, и инженеры проектов, и архитекторы проектов. Мы их назовем главные инженеры проектов, главные архитекторы проектов. Соответственно, контрактные управляющие, которые, казалось бы, напрямую не связаны со строительным процессом, то есть они не кладут кирпичи и не заливают бетон, но они непосредственно осуществляют приемку выполненных работ, они подписывают акты выполненных работ и, соответственно, несут полную ответственность перед контрольными органами, когда происходит ввод в эксплуатацию готового построенного объекта. То есть вот эти люди, они как раз-таки приходят на повышение квалификации, на профессиональную переподготовку, им необходимо образование уже управленческое. То есть есть люди, которые закончили базовое строительное образование, но в рамках уже бурно развивающегося законодательства, в том числе и в строительной отрасли, изменение санпинов, раньше было сейчас своды правил, то есть, соответственно, необходимо этим людям, специалистам в строительной сфере уже наличие управленческого образования, то есть знаний в сфере экономики строительства, потому что одного знания как раз-таки технических специальностей сейчас, к сожалению, недостаточно. В рамках ускоряющейся цифровизации строительной отрасли. Даже вот сейчас, если привести такой пример, Российской Федерации, то есть постановлением Российской Федерации, правительства Российской Федерации приняты меры поддержки для строительной отрасли. Но наблюдается кадровый голод, кадровый дефицит сотрудников подрядных организаций, которые бы могли в этом разобраться, то есть как получить эти меры поддержки. То есть все у нас сейчас оформляется документами, то есть, соответственно, необходимо предоставить обосновывающие документы, которые подтверждают наличие коммерческих предложений, поставщиков строительных материалов, то есть нужно подтвердить, что они выросли. Построенный объект должен соответствовать проектно-сметной документации, то есть нужно уметь ее правильно читать. Соответственно, сейчас разрешено увеличивать стоимость строительных контрактов до 30%. Опять, это требует наличия определенных знаний, уже мы не говорим про технических знаний, а именно управленческих, экономических, чтобы грамотно управлять этой отраслью, быть на своем месте. Это как раз уже идет о престижности профессии, если вот задает такие вопросы, является ли строительная отрасль и вообще профессия строитель престижной. Я считаю, что несомненно является, потому что когда каждый человек находится на своем месте, то есть если человек пришел в строительную отрасль, и он повышает постоянно свою квалификацию, то есть он не останавливается на достигнутом, у него есть какое-то базовое строительное образование, и он в рамках цифровизации, в рамках информационного моделирования технологий, в рамках экономических каких-то вопросов, то есть он постоянно повышает свою квалификацию, то несомненно он будет на своем месте, несомненно его профессия, и он сам в этой роли будет считаться престижным специалистом, и безусловно он будет получать достойную оплату своего труда, так как он находится на своем месте. То есть те люди, которые постоянно в движении, я имею в виду в движении в плане своего образования, то есть которые не останавливаются на достигнутом, они как раз таки находятся в том престиже, когда мы говорим о престижности профессии строителя. В этом выпуске цикла передач, о чем говорят градостроители, мы поговорили о проблемах кадров строительной отрасли, престиже профессии строителя, качестве и уровне подготовки специалистов и о неотвратимых требованиях к компетенциям, которые диктует цифровизацию отрасли. Подписывайтесь на наш канал и смотрите другие выпуски цикла, которые посвящены подробному обсуждению BIM-технологий, более детальному рассмотрению цифровизации строительной отрасли и вопросам подключения строительных объектов к инженерным коммуникациям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова